Приветствую и добро пожаловать в дополнение к Мегагерцам по Мече Магии 6. Этот ролик сделан только для вас в качестве благодарности за поддержку. Игра, как вы уже поняли, невероятно огромная. И многое, очень многое я не рассказал. Как, например, вот этот вулкан в Нью-Сорпегале. Я нашел его случайно, и вот что он делает. Странная тема, но да ладно. Если в центре управления планеты пройти непроходимую комнату, увидим вот такой сундук, в котором лежит письмо, где нас обзывают супергероями. Меня очень забавляют эти корабли. Вы только посмотрите, это огромные 2D корабли. Я, конечно, понимаю, почему так выглядят персонажи, NPC и монстры, но, камон, не говорите мне, что вы не смогли сделать модель корабля, как вы сделали в 7-й и 8-й части. Ну, просто посмотрите, как нелепо это выглядит. Но, признаться, я просто обожаю находить эту точку, где угол обзора меняет картинку. Уморительно. Но давайте я покажу именно то, что действительно не попало в выпуск, хотя очень пыталось. В основном ролике я уже рассказывал про жуткую атмосферу Меч и Магии 6 в ночном режиме. Но и днём можно нехило так всраться. Вроде всё вокруг такое цветное, сказочное и волшебное. А потом видишь вот это. Я же, типа, только что убивал людоедов. Как-то не придал значению, конечно, имени людоеда, но людоеды, людоеды... Слава богам Олимпа, что этого чувака я повстречал днём. Здравствуйте. Скажи что-нибудь хоть. Лёх! Иногда звуковые эффекты заклинаний довольно необычны. Пожалуй, самый популярный из них это Охо Чародея. Заклинание просто показывает друзей и врагов на миникарте. Откуда вот это вот... Но есть ещё одно заклинание, Заклинание, звуковой эффект которого меня сильно напрягает. Умри! Заклинание чистая проверка на удачу. Никаких расчётов урона. Просто есть шанс того, что цель умрёт без всяких раздумий. В игре этим заклинанием кроме нас пользуются только Минотавры. И бродя по крик Спайру и слыша со всех сторон... Чувствуешь себя просто отвратительно. Особенно, когда это заклинание срабатывает. Зато смотрите, сколько подков вокруг. В эти, ну, Минотавры, подковы... Смешно? Нет? Но перейдём к самому главному. Я старался играть в Меч и Магию 6 максимально удобно и расслабленно. Особенно из-за таких вот всяких моментов. И иногда делал колонки потише и включал с независимого источника какую-нибудь музыку, чтобы не портить запись. Но уже на монтаже мне приходится сидеть в наушниках и вслушиваться в любые косяки и огрехи звука. И как же я счастлив, что обнаружил это уже после прохождения игры. Зачем-то, чтобы покупать заклинание стихий, нужно быть членом гильдии этой стихии. Объясню. Подходим купить заклинание. Ой, вы не являетесь членом гильдии. Находим какого-то рандомного чувака в этом же городе, платим 25 монет за членство и... Готово! Теперь мы можем покупать заклинание. Постарайтесь меня понять. Членство в гильдии? Ну, ничего не меняет. При покупке членства в одной гильдии я свободно могу стать членом другой. Нет никаких рангов, которые надо было заслужить. Ну, например, уровень членства новичка можно просто купить за деньги. И дает возможность скупать только определенного уровня заклинания. Для следующего ранга надо сдать экзамен или типа того. Но нет, вообще ничего такого. Зачем этот бред? Развелось тут бомжей. Ходят поссать да погреться в нашу гильдию. Давайте что, какой-нибудь контрольный пропускной пункт создадим от этих дармоедов. Пошел нахуй. Сраные гарпии с их проклятием. Для мага проклятие это вообще конец. Если раньше хоть магия всегда попадала, то теперь нет. С проклятием забудьте. Теперь вообще шанс срабатывания заклинания где-то, блин, 10-20%. Снять проклятие можно только специальным заклинанием в магии духа. И если вашего мага духа прокляли, все, хана. Сначала сам клирик убьет 10 ходов, блин, на попытке снять проклятие. А потом гарпии опять его накастуют. Вообще провал. Гарпии, горите в аду. Система гастролирования цирка, это все, конечно, прекрасно. Ну, помните? И я бегал туда-сюда, но, наконец, нашел информацию, что цирк гастролирует. Блэкшери в апреле, в Трясине проклятых в августе и в заливе Бутлик в декабре. И чего я не показал, так это квест на прокачку друидов. Ибо я к себе такого в команду не брал. И, ну, уже было не так важно. Хоть и квест все равно можно выполнить. Но вот тут реальная жопа. Нужно оказаться в определенном месте, в определенный час, определенного дня, определенного месяца. Как поживаешь? Да, то есть у нас всего одна попытка в год стать великим друидом. Ну, что, больные. На самом деле, дайте мне еще полгода и сниму еще на целый час ролик про эту игру. Да. Но надо остановиться. И, возможно, мы еще вспомним о Мече Магии 6 и еще не раз. Но пока положу игру на полку и двинусь дальше. Ведь предпочтение в мире Меча и Магии только началось. Надеюсь, все в фокусе. Эх, как будет проверить-то, блин. Я знаю, что стена в хорошем фокусе, да? Так, что ли? Ниже, блин. Вроде так. Типа, Санюха, лучше бы не трогать ты фокус. Дебильный. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Продолжение следует...